Начинаем нашу основную часть. Основную часть в чем заключается? Потому что мы с Даней сейчас побеседуем про MBA. Даня поступил в Кембридж бизнес-школу, и путь у него достаточно прикольный. Начинал, в принципе, ничего не зная, как это все устроено, потом за полтора года прокачался и поступил. Но, собственно, это краткая версия, которую я изложил. Сейчас Даня изложит нормально, с деталями, ради которых мы здесь, собственно, все и собрались. Мы сейчас немножко с ним побеседуем, а побеседуем, значит, я позадаю вопрос. А после этого у нас будет возможность еще провести какую-то более живую беседу, когда остальные ребята-слушатели будут вопросы позадавать, будь то текстом, кто не захочет, голосом, либо голосом, кто не захочет, текстом. Поэтому сейчас пока просьба микрофоны замьютить, поскольку я не успею всех мьютить сам. Собственно, замьютите, пожалуйста, а потом размьютим. Вот такое вот интро. Даня, спасибо, что нашел время, где лицо. Витя, тебе спасибо. Да, да, да. Правда. Первый вопрос такой, давай. Сразу. Расскажи, а зачем ты вообще пошел на NBA и какие варианты ты еще рассматривал? Может быть, другие NBA, а может быть, ты рассматривал варианты вообще на NBA? Давай я тебе так скажу. Я отвечу не вопросом на вопрос, а от обратного пойду. Зачем мне не нужен NBA? Словом говорит, ты, как человек, кто поступил в Stanford, я уверен, что здесь есть ребята, кто думает, знают, что есть три китая NBA. Сменить роль, сменить индустрию, сменить геолокацию. Так вот, ничего из этого меня не интересовало, не интересует до сих пор. Ты меня пока не спрашивал, чем я занимаюсь, но такой небольшой сникпик. Я всю карьеру занимаюсь выводом российских стартапов на международные рынки, и поэтому и за рубежом достаточно пожил, и бываю часто, Гонконг, Америка, поэтому никакого пиетета относительно жизни за рубежом у меня не было. Если честно, никогда и до сих пор нет. Ретриговал, ретриговал. Что же тогда? Вот, соответственно, как ты можешь догадаться, в стартапе нет никакой карьерной лестницы, но в том смысле, что ты как бы уже как бы, как ты его вырастешь, так и вырастешь. Поэтому отвечай на вопрос, зачем я туда пошел. Первое, это, как ни странно, я довольно неплох как специалист, когда я, и, кстати, сейчас не реклама себя, а честная такая рефлексия. Я понимаю, как проверить бизнес-гипотезу, я понимаю, как найти продакт-маркет-фит и найти первых сто платящих клиентов, ну, условно, да, в B2B особенной сегменте. Но в чем я, честно, некомпетентен, это в том, как сделать бизнес. То есть нужно же понимать, что стартап и бизнес – это две разные сущности, откровенно говоря, да, процессы, все прочее, да. Ну, наверное, средний и крупный бизнес. Стартап – это мелкий бизнес, который либо умрет, либо вдруг выстрелит. А вот когда он выстрелит, он становится уже нормальным бизнесом. Да, да. Вот, в этом я абсолютно некомпетентен, я хотел в этом разобраться. Второе, и, возможно, более важное, может быть, немножко наивное, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот, знаешь, у меня внутри себя есть такой маятник, он называется «А ругаться можно или нет?» Можно, мы запикаем потом, если захотим. Ну, в общем, давай так. Мне внутри себя каждый раз нужно отвечать себе честно на вопрос, а не продал бы вы, если я, по жизни. Это исключительно внутренние самоощущения. И вот я решил, что если у меня есть возможность попробовать поступить, надо попробовать. Вот. И третье, не менее важно, я же все-таки бездев международник, и поэтому связи и нетворк в таком формате мне, условно говоря, очень интересны. Поэтому, наверное, вот, как я дошел до мысли такой. Окей. Прокачаться в бизнес-процессах, потом, чтобы не было мучительно больно, и, в-третьих, чтобы связи были какие-то. Да, да, ты знаешь, я думал про экзекьютив, когда ты меня спрашивал, о чем еще, но мне кажется, хороша ложка к обеду. Я, когда выбирал, хочу я идти, не хочу, на самом деле, меня очень сильно смущало, что мне ничего из трех китов не интересует, зачем нужно имбирать. И я поговорил, наверное, вот, чтобы не собрать, минимум с 25 выпускниками разных школ. О, нифига себе. Да, я запарился, я товарищ, как бы такой, задрот немножко, я с каждым из них проинтервировал, и с целью для себя ответить, а послушать их цели и полагания, зачем они же. И многие из них мне сказали, я-то про себя думал, что все, кто идут на MBA, прям вот, знаешь, идут с чем-то конкретным, чтобы точно сделать индустрию, так вообще таких меньшинство. То есть, словом говоря, вот эта вся эта история про то, какие-то вещи через пять лет, она как бы выдумана. И, наверное, отвечая на мой вопрос, на твой вопрос, что я хочу, знаешь, больше открытых дверей, чтобы потом выбрать, чем я хочу дальше заниматься. Венчур, дальше делать свой стартап, но возвращаясь к тебе, ой, к другим людям. И мне очень понравилась одна фраза одного из выпускников, он, по-моему, закончил LBS, London Business School. И он сказал фразу такую, вот у меня она запомнилась, что в худшем случае это будет самый дорогой и самый интересный отпуск в твоей жизни. И, понимаешь, и вот, то есть, как бы, я не миллионер, я все сам накопил, буду брать кредит, но, как бы, вот я решил, что я хочу, чтобы в моей жизни был такой опыт. Вот, это честно. А ты не учился до этого за границей нигде? Учился, я магистратуру сделал в Австрии, в Умении. А, ну окей. Но все равно решил еще, почему бы еще не съездить. Слушай, волею судеб, опять же, сейчас будет выглядеть немножко странно, но у меня, так получается, у меня четыре высших образования есть. Я не то, что люблю учиться, у меня нет красных дипломов, я просто умею учиться. Я с 18 лет работаю, у меня стаж, то есть, в трудовой, но при всем при этом у меня был, типа, очка информатика за очка английский. Потом была магистратура двойного диплома. Я год закончил высшую школу экономики, электронный бизнес, и год провел в Венском университете менеджмент информационных систем. И, как бы, в итоге это все получилось в четыре диплома. Вот, то есть, как бы, вот, наверное, как-то так. Поэтому это, у меня нет пиетета относительно того, что MBA, знаешь, там, типа, сейчас я зарабатываю X, буду зарабатывать Y. Это вот мое внутреннее ощущение, что я вот хочу пройти этот путь и сделать это. А что тебе рассказывали люди, которые шли на MBA? Что они рассказывали, зачем они шли, и потом, что они получили на выходе? Слушай, некоторые, во-первых, безусловно, была когорта, как я сказал, как ни странно, она была меньше в моей выборке. Но там выборка была не обоснованной ничем, просто случайные выпускники, которые, вот, из тех университетов, что у меня были таргеты. Кто попался, да? Да, кто попался, вот. Мне очень понравилась вот эта фраза. Там мне не рекомендовали делать экзекьютив, потому что говорили, что это абсолютно не то. Потому что ты туда наезжаешь, да, ты работаешь, все прочее, но ни связи такими тесными не становятся. То есть некоторые люди, с кем я разговаривал, это их право, для них экзекьютив был, это как, соответственно, в общем, как дойная корова. То есть, типа, вот есть full-time MBA, это типа, знаешь, зеницок. Я, кстати, у меня нет такой позиции, но в целом. Второе, что, соответственно, довольно активно рассказывали, что действительно многие из их класса, и там некоторые люди, сумели сменить позицию, компанию, возможно, даже страну. Но, как ни странно, ты знаешь, это, наверное, тоже, собственно, рефлексия. Вообще, вот я, честно, не то, чтобы когда-то сильно хотел в такой классический консалтинг, да. Вот, но это мое ощущение, не значит, что консалтинг это плохо, абсолютно нет. Но вот типа люди, я общался, кто хотел пойти в консалтинг, в итоге они попали в этот консалтинг, и в итоге ушли из него. Опять же, это ошибка выжившего, да. Вот, но, как бы, многие говорили, что MBA – это про возможность. Плюс говорили, что не про учебность, что, типа, ты выбирай, либо ты будешь учиться, либо нетворк, либо поиск работы. Ну, то есть, как бы, что, типа, вот из этих трех вещей тебе нужно будет что-то выбрать. И вот учитывая, что, честно, работа, вот, я сам уж тогда себе создам работу с точки зрения стартапа, если, условно говоря, у меня как карта ляжет и найдется какая-то действительно достойный продукт с потенциалом большим на рынке. Ну, вот, в целом, я для себя выяснил, что меня интересен нетворк и, соответственно, учеба по каким-то конкретным дисциплинам. Как-то так. Но никто не ругал. Вот, вот, серьезно, вот эта фраза про то, что самый, вот, говорили очень часто, что это самый интересный опыт в жизни, что вот он один такой. То есть, вот, давай так, или это самообман, что, типа, люди столько денег отвалили, теперь не могут себе признаться, что им не понравилось, да, вот, либо не знаю. Я, причем, разговаривал с разными школами и не совсем, там, топ-тир, как бы, Кембридж, ну, как бы, сейчас он, как бы, я не очень делаю рейтинги, потому что они крайне условные. То, что, типа, Кембридж был Financial Times в семнадцатом году пятый, а сейчас шестнадцатый. Ну, то есть, что изменилось за четыре года, я думаю, не то, чтобы что-то колоссальное, может быть, другие выросли. Но я разговаривал с теми же выпускниками Манчестера, и вот, что мне понравилось. У меня, кстати, был Манчестер в моем листе, он был менее фэнси, ну, типа, как бы, значит, все знают Кембридж как Хогвардс. Это не делает его более крутой бизнес-школой, но как университет, что, типа... Да, да, Хогвардс. Хогвардс бизнес-школ. Да, 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 да. Понимаешь? То есть, Гарри Поттер, все дела. Тем не менее, вот, что мне понравилось, например, в Манчестере, и мне кажется, это правильный совет, нужно выбирать трезво относительно того, что ты хочешь. Они просто взяли и отдали на аутсорс весь свой MBA под проекты студенческие. У них вообще практические лекции нет. Ну, то есть, как бы, они прям полтора года только это. Поэтому все индивидуально, и опять же, все зависит, мне кажется, от человека, потому что MBA – это не школа, а университет. Ну, в том смысле, что вот перед тобой будут какие-то возможности. Только от человека конкретного зависит, воспользуется он ими и какими. Поэтому, наверное, как-то так. Окей. Я думаю, что общая идея и посыл понятен. Теперь let's be more specific. Расскажи про вообще свой процесс подготовки и подачи документов. Интересно вот что, например, какие универы ты рассматривал и как ты их выбирал? О, это отличная история. Во-первых, я небогат, я сказочно небогат, да, как в старом КВН, поэтому Америку я не рассматривал сразу. Ну, то есть, как бы, волю и судеб я понимаю, что я просто даже морально в первую очередь потяну. Ну, мне не хотелось даже этим заниматься. Поэтому осталась Европа. Азия тоже соу-соу. Важный нюанс. Тут, возможно, я предвзят. Я отдаю себе в этом отчет. Но, как бы, я честно рассказываю, пускай, как бы, я буду с этим жить. Инвзят я вообще не рассматривал. Ну, потому что у меня впечатление, все мои знакомые с консалтингом учились там, и за них очень часто платила компания. И когда ты, собственно, учишься, и когда за тебя платят компания, это немножко другой подход. Ну, элементарно к учебе. Когда, условно говоря, не ты вкладываешь свои деньги, а вот у них так было. Возможно, это неправильная выборка. Но у меня становилось постойкое впечатление, что Макинзи, ой, это Макинзи, Инсиад – это лучшая школа для консалтеров. И я ее тоже не рассматривал. Это лучшая школа, чтобы консалтерам поразвлечься, когда им надоело работать. Ну, вот видишь, все равно в этом уравнении консалтеры все еще есть. Обычно консалтеры стебутся над Инсиадом. Я надеюсь, здесь нет никого, кто в Инсиаде учится или учился. Ну, в общем, есть такая шутка в Макинзи, что Инсиад – это не Инсиад, а Инстед. Инстед of a proper business school. Ну, вот в Макинзи копируется Стэнфорд и Гарвард, и вновь Квортон. Остальные обычно не смотрят, и там даже на рейтинге не особо. Я охотно это говорил. Это отвлечение по поводу Инсиад. Но Инсиад действительно могучиться, потому что туда очень легко поступить, консалтеры из Макинзи. И там весело, можно потусить, и там здесь нуклеон. Окей, продолжай, значит. Инсиад надо бросить. Да, дальше я люблю всем своим сердцем Гонконг. Я по работе там полгода прожил, потому что мы производили свой член виртуальной реальности в Шенчжене, а это прямо через границу. Вот, да, и, соответственно, и после этого я еще несколько раз возвращался в отпуск. Вот Гонконг прям, вот, наверное, у меня два самых любимых города в мире. Это Нью-Йорк и Гонконг, и, наверное, между ними есть что-то похожее с точки зрения, соответственно, вайба, атмосферы. Вот даже вот такой пример привел. Мне не нравится еще и Сингапур, и поэтому еще Инсиад нет. Потому что, знаешь, как разница между финансистом и бизнесменом. Вот кто был в Гонконге, там все такое. И бомжи на улице, рядом дорогущие машины, еще как-то все бурлит, а Сингапур вылизанный. Ну, то есть, как бы, не мое место. Окей, Гонконг убедил, значит, Гонконг тебе нравится, но что в Гонконг не поехал? А там не было особо никаких стипендий, если честно. Там было, это честно, не было никаких стипендий, плюс слишком далеко. Вот, слишком большая часовая разница и слишком далеко, и плюс, к сожалению, политическая обстановка не располагает спокойный учет. Я думаю, что мы все в курсе. Я даже волею судя посмел побывать в Гонконге и на митинге. Ну, типа, случайно, но вот. Но ты туда не подавался? Нет, я только в Кембридж подавался. Мы сейчас до этого дойдем. У меня не было вообще других вариантов. Я осознанно подавался только туда. О, нифига себе, только туда. О, слушай, а вот, кстати, клевый вопрос тут подскочил от Софии. Сколько там обучение стоит? И сколько оно длится в Гонконге? В Гонконге год. Оно все, короче, 100 тысяч долларов. Вот это реально какая-то универсальная цена для однокодичной программы. И когда я говорю 100 тысяч долларов, сюда входит все. И проживание, и там деньги на карманы, стоимость программы. Но проживание одного человека, надо сказать. Если ты едешь без сегнификанса азора, и тем более без детей. Окей. Значит, Гонконг нет. Париж, говори. Да, Гонконг нет, дальше осталось. Осталась любимая наша Европа. Европа осталась, да, окей. Но в Европе не так уж много универсий. Да, учитывая, что мы убрали инсиат, который все-таки, наверное, больше европейская школа, чем сингапурская, у нас осталось не так много. Бакони даже не рассматривал. Не спрашивай, просто не рассматривал. Вот как бы вычеркнул. Да, я люблю Бакони. А ты же там учился. Вычеркнул, вычеркнул Бакони. Сделай, вычеркнул. Ну, просто... Даже не спрашивай. Вот так вот. Да, да. Дальше идем. Дальше мы идем. Испанские школы тоже. Вообще, давай так. Испания и Италия, это пускай будет мое когнитивное искажение, ассоциируется больше с отдыхом, чем с учебой. Ну, то есть, типа, море, хорошо, все так. Знаешь, мне нужен был какой-то стресс. Плюс еще, давай честно, мне хотелось... Я вот... Единственный язык, который я знаю, помимо русского, на достаточном уровне, это английский. Вот для меня это тоже было важно. Какой-то такой дипдайв, да, вот такого рода. Я смотрел на HAC, ну, как там, я называл это Хекперис. Я даже не знаю, как правильно называть, честно говоря. Как рыба. Как рыба, да, да, да. Мне он, в принципе, нравился, но все мои коммуникации с Францией, что по бизнесу, что как турист, не заканчивались очень хорошо. В том смысле, что, ну, вот как-то мне не нравилось, что французы не говорят на английском из принципа. Даже когда знают, я с этим очень часто сталкиваюсь. Да, да, лучше с итальянцами, они хоть пытаются. Вот. Как-то вот этот снобизм я не подкупал. Ну, и осталась старушка Англия, по большому счету. Ну, и, собственно, ее будут. Вообще, я, честно говоря, даже ни одной бизнес-школы из Германии не знаю. Окей. Ну, там, на самом деле, есть, они не очень известные, но у них плюс, что там учеба достаточно дешевая, как-то можно ее организовать, и всякие стипендии дают. Слушай, тут, наверное, вопрос, как бы, тут можно со мной поспорить. Dream Big тогда, чё ж, я в Стэнфорд не пошел, да, и в Гарвард не попробовал. Но вот у меня какой-то есть лимит Dream Big, что, типа, если уж идти на NBA, то какой-то такой, ну, относительно топ-тир. Понятно. Осталась Англия. ЛБС, опять же, вот, возможно, я же гуглил, то есть я сейчас сокращаю, да, как-то. И у меня сразу стало впечатление, что ЛБС и про с тем, с кем я разговаривал, там, вот, кто мне дал этот совет про, соответственно, элементарно, господи, прости, про отпуск самый дорогой, он, типа, главный казначей в крупном российском банке. Короче, у меня стало впечатление, что ЛБС – это про финансы. Ну, условно говоря, что, типа, я согласен, что все NBA не General. Ну, то есть, как бы, там даже ты выбираешь внутри фокус. Ну, типа, какая-то когорта, я смотрел Placement Reports, очевидно, после этого. В общем, и плюс я там побывал. Я съездил, есть ныне мертвые почившие, но, тем не менее, от этого не менее ценный форум ЯпТокс, я тебя там точно видел. Я там писал, пока мне лень не стал, да? В общем, это было очень давно, но там есть замечательная руководитель, вот мы сейчас как раз в авангелию погружаемся, которая называется «Выбор NBA – золотые советы». И один из этих золотых советов – съездите на кампус и посмотрите, что там вообще к чему. ЛБС мне не понравился, знаешь, в общем… Ты был на кампусе в ЛБС, то есть? Да, был, был. Клёв, окей. Соответственно, есть такое старое видео из нашего с тобой юности детства, где предвыборное видео снимает и говорит, «Миша, всё херня, давай по новой». Помнишь такое? Да это даже не из юности, кажется. Кажется, она ему вроде лет 10 назад сняла. Ну да! Но не из детства. Ну окей, лет 10 назад. И там есть такая фраза. «Миша, это какая-то постная херня, так тебе никто денег не даст». В общем, ЛБС по внутреннему убранству для меня оказался постной хернёй. Потому что для меня это правда важно. Я как бы сейчас… Вау, но позоравлюсь в Кемриду, конечно, где там члены царские хоромы. Типа 700-летний универ. Да не 700, побольше, по-моему, даже. В общем, да, конечно, его тяжело переплюнуть. Его там и Стэнфорд не переплюнет, которому всего 100 лет. Вот. И дальше, в общем, я посмотрел, и у меня осталось два вуза, по факту, которые меня интересовали. Даже нет, три. Прошу прощения, три. Империал. А, даже нет, четыре. Всё, я просто сейчас восстанавливаю ход. Меня интересовали четыре вуза. Империал, колледж Лондон с МБИ своей программой, Манчестер со своей программой, Оксфорд и Кембридж. Теперь мы, как говорится, возвращаемся на год и два месяца назад. Одновременно это немного и так много утекло, потому что ковид случился. Я успел съездить последний раз в Англию на день открытых дверей в Кембридж. Я решил, что поеду там очно. И параллельно с этим в Оксфорде есть такая фишка, что, мол, ну, я верю, во многих МБИ программах, что ты можешь запросить индивидуальную экскурсию. То есть тоже туда приехать, что типа, вот. Ну и дальше что происходит? И в Империале то же самое было. В Империале мне ответили, что мы очень сильно загружены, извините, мы не готовы вам показать нашу бизнес-школу. Я думаю, ну, идите нахер. Давай, до свидания, Карахин. Да, вот слушай, хотя нужно понять, что это не просто была какая-то рандомная. Я там подготовился. Подготовил свои там прям формочку вопроса про бизнес-школу, которые меня интересовали. То есть это не было там на отвали. Дальше. Оксфорд. Ну, я приехал в этот Оксфорд. Там была просто экскурсия. Со мной кто-то из адмишнс походил по Оксфорду. Во-первых, Оксфорд внутри очень сильно скучный, некрасивый. Я вот в Австрии учился. То же самое здание. Мне не понравилось. Плюс, вот на удивление, вот в Оксфорде какие-то снобы. Это сейчас, знаешь, мне еще напоминает историю, что я отторолирую постоянно выпускников МГЛ, что вышка лучше. Знаешь, я сейчас в Кембридж поступил и говорю, что Оксфорд хуже. Но мне правда на тот момент так показалось. Мне Оксфорд понравился меньше. И что меня самым главным фактором было, то что я тоже подготовился с вопросами. Ну, я что, я в Питере живу. Я же не просто так из Питера приехал, потратил деньги, чтобы просто мне показали, а я рот пораскрывал. И мне, девушка, там не были каверзные вопросы. Не смогла на все вопросы ответить. А там, как бы, я сейчас... А что за каверзные вопросы были? Так они даже не были каверзные. Я, собственно, спрашивал про интерпренершип. Мне что-то интересно. Вот такого. То есть, в общем, какие-то такие там... Словно говоря, у них там в программе есть какой-то research project, связанный с интерпренершип. Я там про него что-то спрашиваю. Чуть глубже копнул, чем в парашюрке описано. И, типа, подготовь вопросы письменно, я подготовлю на них ответ. Нет. Ну, в общем, как бы, вот с таким отношением, когда я вроде... Ну, это дорогущее образование. Мне, в общем, не понравилось. Потому что это все-таки услуга, и я за нее плачу, как бы, сам причем. Мне не понравилось. И последнее, как вишенка на торте, был не открытый дверь в Кембридже. И, в общем, это услада моих очей. Во-первых, вот ты сейчас говоришь про Кембридж, как про университет, про все эти Гарри Поттер-лайк, да, собор. Но ты хоть раз видел в своих глазах, как выглядит бизнес-школа кембриджская? Нет. Я был в Кембридже, но я не знаю, где там бизнес-школа. Вот, вот. Слушай, я могу включить шеринг экрана? Давай, да. Более того, я даже скоро хотел тебя попросить это сделать. Сейчас я пойму, как это делать. Давай, я постоянно, я сам никогда не знаю, как это делается. А сейчас я должен сделать тебе мейкхост. О, готово. Так, блеск. Да, сейчас ты можешь покажешь. Я сейчас свой телеграм пошарю. Вот, соответственно, бизнес-школа. Ты сейчас поймешь, что такое, что мне понравилось кембридж. Вот так она выглядит снаружи, но самое главное – внутри. Вот как она выглядит внутри. Ну, прикольно. Ты понимаешь, то есть как бы это недорого-богато. Это просто будет такой кич, уровень бог просто. И мне это так понравилось, если честно. То есть прям мое. То есть как бы это здание 94-го года постройки. Это какой-то типа в свое время известный архитектор. У него всего там типа 3-4 здания. Вот все они вот такие. Аляповатые, я бы сказал. Ну, прикольно, да. И вот понимаешь, что мне такое нравится. Я прям, но это даже не самое интересное. Я сейчас отключу экран и дальше расскажу. И самое главное. Собственно, что было в рамках Дня открытых дверей? Соответственно, ну, нам что-то там поели мы. Ладно, это бокс-стим. И типа демо-лекция по стратегии. Ну, ничего нового. Но самое главное. Вот, Вить, ты сейчас оценишь. Вот у тебя сзади стоит шеф. Вот, да? Вот я ведь правильно понимаю? Я гигантский фанат Саус Парка. Я видел все сезоны много раз. У меня есть фигурки Саус Парка. И сейчас, соответственно, начинается лекция. И Лек там что-то рассказывает и спрашивает. Там, господа, у нас там человек 100. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы победить в гонке Носкар? И если ты помнишь, в Саус Парке есть отдельная серия про Носкар, суть которой, что, чтобы победить в Носкаре, нужно быть бедным и тупым. Это даже серия так называется poor and stupid. Ну, все что-то молчат, стесняются. Я поднимаю руку и говорю, типа, нужно быть, типа, бедным и тупым. Ну, зал ложится. Лектор не сильно смутился, но, тем не менее, записал. Да, соответственно. Ну, там дальше начинается вот этот классический бла-бла-бла, там, стратегия. Гонки по Носкар, прости господи, гонки по кругу. И он говорит, а теперь давайте посмотрим отрывок. И включает отрывок какого-то там менеджера Носкар, судя по всему, который вдохновил, собственно, создателей Саус Парка на эту серию, где он рассказывает, что нужно быть не очень умным, ездить по... То есть я оказался прав. Понимаешь, с чем дело? То есть моя идея из poor and stupid оказалась правой. И дальше, соответственно, я тут сейчас даже снова включу шеренг экрана, просто я специально до этого пока не показывал. И дальше уже в открытую, вот, собственно, фотографии, Саус Парк используется как референс в лекции. Короче, ты угадал просто, ты попал в тему. Да, и ты понимаешь, и дальше мы начинаем обсуждать, как продвигать туалетную бумагу. Ну, то есть, знаешь, такой вот юмор категории B, это прям мое. То есть вот я понимаю, что это, может быть, один такой лектор. Но вот для меня, вот, знаешь, я тоже преподаю. Ну, я там про стартапы рассказываю, как там проверять продакт-маркет-фид, кастомер-девелопмент. Шаг первый, воруем трусы. Шаг второй. Шаг третья прибыль. Вот, и когда я понимаю, что преподаватель со мной разговаривает на одном языке с современными культурными отсылками, ну, типа, мое. То есть я думаю, что многие там в шоке. Там, знаешь, типа, напыщенные такие ребята, которые там. Но вот для меня это важно было. Вот это первое. То есть здание первое. Второе, вот такая вот лекция. Как бы, ну, вот, может быть, она будет одна за весь курс, и там я больше с ним не встречусь. Но мне так понравилось, что... Продал, продал. Продал, мне продал. И третье, но, возможно, об этом не все знают. На самом деле, место, где находится Кембридж, называется Silicon Fan. Ну, то есть кремниевое болото, если угодно. И просто оно не так распиарено, но по факту это второй в мире по размеру IT-кластер после силиконовой долины. Ну, кремниевой долины, если быть точным. Вот. И там гигантское количество стартапов, и там вот как бы действительно могут... Во-первых, в принципе, Лондон – это столица экосистемы стартапов, ну, особенно финтех, наверное, ну, и в целом Европы. Во-вторых, Кембридж – это прям место, чтобы ты понимал, типа, самое известное. И там есть кампусы всех. Гугла и Плат, то есть, ну, помимо стартапов. Куча венчурных фондов. Соответственно, далее, собственно, Arm оттуда, например. Ну, вот эти микропроцессоры, которые сейчас Apple перешла в ноутбуках, они, собственно, все из Кембриджа. И вот эта история про интерпренерши очень сильно про Кембридж. И, в принципе, вот их позиционирование программы тоже, что мы про интерпренерировал аппроуч, там, бизнес, все прочее. Вот это все совокупности продало мне желание поступать именно в Кембридж. Прикольно. Слушай, ну, из этого я могу сделать вывод, что у тебя серьезная была подготовка. Ты, во-первых, все загуглил и почитал все, во всех этих разобрался. Потом еще съездил в шорт-лист школы, чтобы посмотреть, что тебе зашло. И в итоге выбрал, что тебе зашло по своим критериям и ощущениям. В общем, серьезно достаточно подошел, не на отвале, типа, ой, сейчас возьму просто там самую крутую, которую могу найти, и туда поступлю. Да, нет, 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 вот правда, я, типа, вот запарился, заморочился и очень сильно этим доволен. Ну, честно, то есть, как бы, посмотрим, что... Слушай, вот нам тут как раз клевый вопрос поступил от Софьи. А сколько стоит обучение в Кембридж? Пятьдесят девять тысяч фунтов фулл-тайм MBA. Это только стоимость программы. А жилье там сколько стоит примерно? Опять же, вот, собственно, я знаю, что ты тогда в Стэнфорд собирался с супругой и дочкой. Не, ну давай смотрим без сигнификанса. Дело в том, что я со своей женой поеду в Кембридж, но если брать... Давай так, на одного я тоже знаю. Значит, аккомендейшн, общежитие, там, в общем, мега запаренная система внутри, но, по сути, где-то, если брать однокомнатный номер с удобствами внутри, 600 фунтов в месяц. На 12 месяцев примерно. Да, 6 тысяч, 12, 7 тысяч фунтов. Да, плюс-минус. Если вот мы с супругой поедем, там тысячу фунтов, типа студия, 12 тысяч фунтов. Далее, продукты и все прочее, к великому сожалению, для нас в России стоит примерно так же. Ну, то есть, как бы, это у нас дорого, а не у них дешево. Плюс-минус, вот сколько вы тратите в месяц на еду, прибавьте сюда 20%, вы не прогадаете. Вот примерно стоимость еды. Дальше очень важное, мне говорили, это, конечно же, тусовки. Не значит, что это какой-то лакшери, но иметь деньги на то, чтобы сходить там выпустить, пропустить по пинту пивка, или там, не знаю, съездить с ребятами, там, не знаю, в соседнюю какую-нибудь страну, типа через Ла-Манш в Париж, да, из Лондона, это тоже должно быть, то есть, как бы, возвращаясь к нашим, собственно, баранам, вот 59 тысяч фунтов программы и еще на все остальное, жилье, развлечения и все прочее, я, собственно, как бы рассчитываю потратить где-то 25-27 тысяч фунтов. 25, ну, короче, 85, ну, короче, 90 где-то тысяч фунтов. Ну, плюс-минус, 85-90, в общем, я для себя психологическую отметку, у меня, типа, я рассчитываю уложиться, но посмотрим, как получится, 8 миллионов рублей. 8 миллионов рублей, а нормально, кстати. Я гуглю 90 тысяч фунтов, сколько это в рублях сейчас? 9 миллионов рублей. 9,5 миллионов. Да, 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 да. Вот, поэтому, как бы, вот 8, 8,5, это моя, как бы, за всю программу, это моя психологическая отметка. Тут, наверное, не без гордости могу сказать, что я стипендию получил. Вот, расскажи, это следующий мой вопрос как раз. Был бы, на какие стипендии там вообще можно рассчитывать, что тебе удалось получить? В общем, там, когда ты подаешь заявку, ну, ты выбираешь стипендии, которые тебе подходят. Их там, на самом деле, довольно большое множество. Там, в общем, есть стипендии по принципу даже не гендера, а принадлежности к LPTQ Plus Plus Community. Есть такая стипендия. Есть стипендии для каких-то конкретных выходцев из стран, что самое смешное, что там есть стипендия for developing markets, и она для России не подходит. То есть, как бы, Россия внезапно уже, видимо, развитая, как бы, развитый рынок, не развивающийся. Ну, конечно, главный спонсор лондонского Сити из этих всех дорогих особняков. Вот. И все остальное в стипендии, они профессиональные. То есть, стипендия там за, там, медицин, стипендия за технологии и инновации, стипендия за интервью. Какого они размера, эти стипендии? До 25 тысяч фунтов, причем она буквально звучит up to 25. Я разговаривал с выпускниками. А, еще, знаешь, что я не рассказал? Я вот еще между своей поездкой в Кембридж посмотреть. До этого еще съездил на ивент Кембриджа в Москве, где были выпускники. С ними еще познакомился, пообщался. Но, в общем, я к тому, что выпускники, с кем я общался из Кембриджа, получали стипендию, но они получали 10-15 тысяч, 25 тысяч. И по какому принципу она сортируется, неизвестно. Ну, то есть, как бы, вот. Я подавал на две стипендии, под которые я подходил. Первое – это технология и инновейшн, ну, потому что я из стартапов. И второе – интерпринесшеб ровно по этой же причине. Там просто галочку ставишь, что дальше происходит. Если ты проходишь на раунд собеседования, об этом там попозже, да, как же проходило, ты параллельно еще тебе приходит, считают ли они, что там твой профиль подходит под эти стипендии. Мой профиль, оказалось, подошел под две стипендии. Там был довольно занятный ассессмент. Как это выглядело? Мне пришла, соответственно, ссылка на платформу, там называется Kaira Talents или что-то такое. В общем, там можно тренироваться сколько угодно, но по факту, чтобы пройти собеседование на стипендию, мне нужно ответить на два вопроса. Собственно, первый вопрос мне задают, у меня есть минута подумать, камера включается, я записываю ответ. И также второй вопрос. То есть перезаписать нельзя. Вот типа одним дублем ты это записываешь, что расскажешь, то и расскажешь. Вопросы, которые мне задавали на стипендию. Первый вопрос, он был более судя по одинаковым, почему-то у обеих стипендий, только задан разными словами. Расскажите о какой-то ситуации, которая была в вашей работе, когда вы не могли поладить с человеком, с другим бэкграундом, и что вы сделали для того, чтобы поладить. Ну, суть примерно такая. Вот, минуту думаешь, на минуту нужно что-то наговорить. Стаймер тихо. И второй вопрос, соответственно, кстати, я, вот стипендию, которую я получил, второй вопрос был, какая технологическая инновация за последние 10 лет больше всего изменила нашу жизнь. Я рассказал про sharing economy. Ну, Airbnb, Uber и так далее. А вот во второй стипендию я что-то уже не помню вопрос. Ну, в общем, вот это 20 минут у меня заняло на 2 стипендии, собственно, податься. Ну, все, я ждал. И когда мне уже пришел оффер от Кембриджа, через некоторое время мне пришло письмо, что мне присудили одну из трех стипендий по технологии и инновейшн, и ее объем составил 25 тысяч фунтов. О, круто, нифига себе. Да, вот, вот, как бы весь... Нет, 25 тысяч – это реально здорово. Это получается, ну, больше, чем четверть. 42% я посчитал от стоимости программы. Ну, она 59 стоит. А, от стоимости программы. Нет, я сейчас считаю вместе со всеми все про все. Да, прикольно. Вот, поэтому, собственно, вот как я ее получал, было просто интервью, вот какие были вопросы. Больше ничего. По какому принципу принимаемо с решения, я там, в словом говоря, я не знаю. Но мне не дали стипендии, потому что я из России, я думаю. Просто дали, потому что я типа такой веселый товарищ. Понятно. Слушай, ну, круто. Теперь расскажи, как ты вообще готовился. Вот ты решил, что хочешь в Кембридж. На стипендию тебе еще не дали. Это все в будущем. А сейчас ты, в общем, замотивировался ехать туда. Что ты стал делать? Как готовиться? Слушай, ну, буду честным, что я почитал твой влог, говорю без листья. Это правда. Слушай, расскажи еще по таймлайну. То есть, примерно, когда ты что делал, чтобы мы поняли время, сколько ты делал. Значит, декабрь девятнадцатого года я задумался, я принял для себя окончательное решение, что я хочу поступать, и понял, что первое, что мне нужно делать, это сдать GMAT. Я нашел преподавателя, об этом сейчас отдельно расскажу, и где-то с конца декабря мы начали с ним заниматься. И, собственно, мы с ним прозанимались, и это, кстати, оказалось проблемой. Медоний GMAT я сдал только в июле, в конце, потому что карантин случился, и, собственно, я переподготовился, к сожалению. И это довольно сильно повлияло на мою мотивацию, потому что там была такая кривая, потому что я не могу его сдать, меня это уже все задолбало, меня это раздражает. Вот, как бы... В общем, вот. И, соответственно, где-то с... Сейчас скажу, с какого момента. С июня месяца я начал заниматься эссе. Я хотел подаваться в первую или во вторую волну, в итоге подался во вторую, потому что только в первую... Кстати, важный нюанс, в британских школах пять волнов, не три, как в английской. Они более короткие. Вот, соответственно, по факту первые три волны это до нового года и вторые две после нового года. Вот как они работают. И я, собственно, подавался во вторую, я подавался в октябре. Вот. И первые три доступны только стипендией, больше их не дают в четвертой и в пятой. Вот. Соответственно, вот такая вот история, поэтому таймлайн декабрь, июль, середина, подготовка к джемету и параллельно с июня начало написание эссе. Вот, собственно, весь таймлайн. Окей, джемет, расскажи про джемет, какой у тебя в итоге был балл? У меня был балл невысокий, я, в принципе, этого не сидеть, у меня балл был всего в 620. Причем, у меня изначально было 610. Мне репетитор сказал, что он 10 лет готовит к джемету, и я первый человек, кому джемет повысил балл. Сам, в одностороннем порядке. У меня было 610, через неделю, через две, а я сдавал компьютер-бейст. Ну, потому что центры еще не были открыты, но появился компьютер-бейст, и мне приходит письмо, что там в каком-то вашем задании была допущена ошибка нами, и поэтому мы вам повышаем балл. Ну, как бы, вот. Поэтому, по факту, у меня 620. Прикольно. Вот, это не великий балл. В Кембридже средний балл 690, причем 80% студентов имеют там рейндж 640-710. То есть, я очень сильно из него, ну, как очень, выбивался, в общем. Ну, да, ты, короче, в этот 80% не попал. Не попал вообще ни разу. Вот, поэтому, вот, мне далось это, честно, тяжело. Я очень не дружу с математикой никогда. Хотя, как бы, странно, я закончил, как бы, там, информатику как специальность, но, в общем, это никогда не был мой конек. Мой конек был языком почесать, там, договориться. Да, и в компьютер-саймс можно обойтись без математики, если уж честно. А, я тебе изюминку на торт добавлю. Я закончил строительную информатику, знаешь, про сопромат, вот, все вот это вот чудесное. Слышишь? Сопротивление материалов, вот, поэтому там, как бы, отдельная магия. В общем, я как-то все пережил, поэтому мне было тяжело. Я с нуля фактически вспоминал программу. Плюс это все накладывается на то, что, соответственно, теряется иногда мотивация, и некоторые занятия просто пролетали у меня мимо уха. В общем, я долго, в общем, вот, как бы, я не назову это какими-то хождениями по кругу, там, ада и все прочее, но, правда, мне дался тяжело. Именно психологически, потому что параллельно еще компания, которую мы развивали в Америке, закрылась, потому что от нас ушел инвестор. Вот, ну, в общем, как бы, получается, весело было. Ну, это теперь расскажи, как ты боролся с этим, поскольку джимат низкий, соответственно, это твой гандикап против других кандидатов. Как ты разобрался с ним? Поскольку, по сути, у тебя получается, ну, настолько клевые другие вещи, типа эссе, там, всякие мотивации, резюме, рекомендации, что закрыли глаза на джимат. Слушай, наверное, во-первых, что для себя? Важный нюанс. Когда я сдал на 620, я еще два месяца думал, что я буду пересдавать, потому что мне, правда, казалось, типа, я объективно так, он низкий, но я для себя понял, что видал я все это в гробу, что у меня нет ни сил, ни желания, в общем, я говорю, типа, будет как будет, это честно, я сделал все, что мог. Вот, типа, понимаешь, это была честная позиция. Соответственно, как я боролся со всем прочим, наверное, ну, то есть, у меня жизнь была интересная, но, как бы, она и есть интересная, в том смысле, что, как бы, мы сейчас, кстати, про эссе поговорим. Во, во, вот к этому моменту мы и подходим сейчас плавно как раз. Ты знаешь, наверное, вот, когда я тоже, я как бы, дальше готовился про эссе, вообще, в принципе, эссе, мне кажется, в целом, подход к школе же должен быть не только что, знаешь, господи, внезапное воспоминание, номер Юрия Гальцева и Елены Дропотенко, ну, возьмите меня из аншлага, где она там говорила, ну, возьмите меня, это прям там, знаешь, из нашего с тобой детства, знакомый, но не могу вспомнить. Ну, там фишка в том, что… Возможно, я бы вспомнил, если бы увидел. Там, в общем, не нужно в бизнес-школе ходить и говорить, ну, возьмите меня, ну, пожалуйста. То есть, мне кажется, школы ждут, и я, в принципе, это так чувствую, не только Кембридж, когда к ним приходит человек с такой позицией, ребят, может быть, это немножко, знаешь, самовлюбленно, но тем не менее. Я, в принципе, сейчас в жизни не продалбываюсь. У меня все, и я без MBA к этому приду. Но у вас сейчас есть уникальная возможность забрендировать меня, чтобы потом тыкать меня пальцем. Может быть, это самовлюбленно, все прочее, но у меня ощущение, что вот, типа, бизнес-школы ждут нечто подобное, по крайней мере, это, наверное, тот подход, который я исследовал в СССР и как использовал в СССР. Вот как-то так, наверное. Тут добавление, собственно, от меня и там, из моего опыта общения с всякими людьми, связанных с MBA, и то же самое люди говорят. В общем, если хочешь поступить, то рассказывай, что у тебя и так все окей, но с MBA будет еще даже прикольнее. Да, да, да. Сомнение, что я там, я достигну чего хочу не за 5 лет, а за 2 года. Ну, то есть, вот что-то такое, да. Вот, поэтому, наверное, с этим отношением, плюс у меня правда, и как бы спасибо жизни за это, у меня правда довольно интересный жизненный опыт в формате того, что в 19 лет я с друзьями и партнерами открывал ночной клуб в своей родной Самаре на 1400 квадратных метров, а потом через год, полгода его закрывал, потому что мы провалились. Вот, как бы, понимаешь, и там много... Полгода закрывал. Да, да, ну, полгода не закрывал, через полгода просто... Сусорники не хотели выходить, да, зачем-то ты сделал. Вот, вот там тебе про Гонконг, про шлем рассказал, то есть, это интересно, наверное, слушать, как бы, наверное, даже вопрос не в том, что я из России, мой в целом такой интерпренериал путь, он необычный, то есть, я не работал никогда в жизни в корпорации, условно говоря, да, то есть, как бы, я там не рос, и с годом в год, так или иначе, я просто вот в стартапах всегда был, и как бы, learning by doing, ну, то есть, вот такого рода, что, наверное, даже хорошо, поэтому ты тут меня направляй, ведь, честно. Да, вот покажи теперь, давай начнем с резюме, покажи резюме, какое ты отправлял, и интересны твои комментарии, что ты в нем менял, то есть, что до этого были, какие версии, и что в итоге ты сделал, почему отправил именно такое, как отправил. Так, одну секундочку, сейчас пошарю экран, пошарю микроборд, так видно? Да. Так, ну, собственно, здесь все мои контакты, они не изменились, welcome, во-первых, резюме, тут как бы на две страницы, она просто вторая пустая, по факту резюме только на одну страницу. Хорошо. И я, как бы, на эту довольно тему сильно запаривался, чтобы оно было именно на одну, как говорится, старался. Ну, начал я с образования, при этом, как бы, я сейчас, может быть, для красного словца рассказал про четыре высших, но, как бы, я решил, что это не то, чем нужно понтоваться перед Кембриджем, как говорится, и поэтому довольно аккуратно, во-первых, свое вечернее по-английскому я вообще не указывал, как бы, оно особо никому не нужно, а то, что у меня двойная программа с Венским университетом прикладных наук, я указал просто вот здесь вот, прошу обратить внимание. Правильно, это не стоит отдельно указать. Да. Соответственно, такая вот история, тут, я думаю, ничего особенного. Дальше я, наверное, если брать work history, собственно, тут это все стартапы, я убрал, ничего не писал про клуб, то есть вся моя работа связана со стартапами. Вот, соответственно, как я с 14-го года, с апреля начал работать в стартапах, так, собственно, по сей день в них и работаю. Да. И, наверное, что я написал, ну, название компании, которая, очевидно, никому ни о чем не говорит, будем честны, да, как бы, моя должность, responsabilities, но, наверное, самое ценное, опять же, это, знаешь, какие-то стандартные советы по типу, как писать резюме, типа, что я сделал, ну, то есть, как бы, какие-то мои accomplishments, которых я смог достичь, соответственно, за время своей работы. Вот. Поэтому тут, наверное, ничего особенного, но, на самом деле, как бы, ну, описание работы и описание работы. Самое ценное, на самом деле, на мой взгляд, вот тут вот. Дело в том, что сквозь мои ССР я рассказывал про то, и это честно, что, даже вот там personal statement, что я не только хочу выпуститься, но я хочу стать частью комьюнити, там, словом говоря, преподавать в Кембридже предпринимательством как-то быть в этом вовлеченным, и это правда мое желание. И элементарно тот факт, что, вот, собственно, здесь у меня mentorship activities, я вот, собственно, там, в Edmo я преподаю, в Вышке я преподаю, в Google for Startups я преподавал, в TextArts я преподаю, в Сколково преподаю, ну, то есть, как бы, что это не просто слова, что, знаешь, если бы, да, как бы во рту поросли грибы, а мое победение в прошлом подтверждает. Вот. Ну, и, соответственно, которые мне показались будут полезными и какие-то нефэнси. Ну, то есть, я вот проходил курс технологического предпринимательства в Стэнфорде, там, это, кстати, был отдельный, на курс серии проходил, кто-то езжает, написал, Management of the Company of the Future, и у меня там есть сертификат от McKinsey, там в Вышке был курс Leadership of the Personal Strategy его партнер. Собственно, вот все мое резюме. Спрашивай, если что-то более подробно нужно рассказать. Расскажи про всякие достижения в компаниях, в стартапах, которые были. Может быть, кратко, что там было своему клевого? Самое клевое, если брать Fibram, Fibram это компания, которая производила шлемы мобильной виртуальной реальности и производила к ним, собственно, игры на телефон. Я был, собственно, первым сотрудником, то есть, я не был сооснователем, именно как, начали там был Пьемом, потом все понеслось, но самое главное, что мы с нуля, соответственно, произвели, я был тем человеком, кто этим занимался, непосредственно в Китае и смогли продать 50 тысяч штук по всему миру, выйдя реально по-настоящему, как бы не для галочки, в Best Buy, в Amazon, в MediaMarket в Германии и в HMV в Гонконге и в Великобритании. То есть, как бы, и, собственно, были в 16-м году номер один по продажам. И, собственно, это правда, что делал я, как бы, безусловно, есть команда, я не хочу это умолять, но, собственно, как без дев, очень активной и значительной роль в это вкладывал я, это нечестно сказать. Вот. Соответственно, дальше мы идем в Radario. Это маркетинг. Чем кончилась вот эта история? Почему ты оттуда ушел? История довольно проста. Мы не были готовы к конкуренции. В общем, знаешь, это вот мы, когда начинали, еще в далеком, даже в конце 13-го года мы оказались в идеальном шторме и начали делать шлемы и все прочее. Когда еще не было там гугловских шлемов, Oculus еще никто не покупал, типа Facebook, да, за кучу бабок. То есть мы оказались в нужное время в нужном месте, значит, сняли какие-то сливки с рынка, а потом пришли большие корпорации с кучей денег, ну, типа Samsung, там, Google, со своими шлемами. Мы просто не смогли по шлемам с ними конкурировать, потому что нам нужно было, мы насчитали полтора миллиона долларов инвесторских денег на разработку нового шлема, только на разработку, да, вот. Но фишка вся в том, что я отвечал за шлем, и это было правильное менеджерское решение, что шлем закрыли. И компания, на все порт, собственно, существует и здравствует, она занимается разработкой как бы для всех шлемов виртуальной реальности контента в виде игр. То есть, условно говоря, один бизнес как бы отмер, да распродали столько, до свидания, но как бы вот благо был второй, потому что он изначально был как value add всегда. Когда ничего не было, типа, игр для виртуальной реальности было не найти. Мы как бы продавали бандл, что ты не только покупаешь, как бы с шлема играй с ним как хочешь, ищи, где хочешь, а еще и покупаешь подписку на наши игры. Окей, клево. Пойдем дальше тогда. Пойдем дальше, собственно, Радарио. Там, собственно, я был директором по также международному развитию. Наверное, мое самое главное достижение, классная история, что там мы стали официальным партнером и были интегрированы в крупнейшую мере билетную систему Eventbrite. Они 200 миллионов билет в год дают, продают, и там стали доступны 10 тысяч Eventbrite организаторов, собственно, по всему миру. И, соответственно, это довольно хорошая история сама по себе, потому что она довольно забавная, как мы получили это партнерство. Если у нас есть время, за три минутки могу рассказать. Расскажи, что делает компания сначала, я бы что-то упустил. А, она позволяет организаторам мероприятий продавать больше билетов благодаря анализу аудитории таргетированной имейл-рассылки. Ну, в общем, такая продвинутая CRM плюс мэл-чим. Короче, маркетинг для ивента организаторов. Да, абсолютно верно. Окей, давай классную историю за три минуты. В общем, Eventbrite – это, правда, очень крупная компания, и нам нужны данные для работы этой маркетинговой системы. У Eventbrite открытый API, мы, типа, прицепились, но нам никто не давал никакой аппруф, я писал на почту, но, в общем, никуда. И мы уже отчаялись, ну, потому что, как бы нужно было что-то делать. В итоге я придумал Blitzkrieg. Их основатели, на тот момент представители совета директоров, выступал в полуальтов на конференции. И мы просто взяли, и мы выучили, как он выглядит. И, собственно, я и SEO-компания взяли и полетели на конференцию, подготовили питч, час стояли, ждали его на регистрации, чтобы он пришел на конференцию. Я к нему подошел, запитчил наш проект, сразу все ему показал. Мы минут 12 проговорили, я прямо это запомнил. Он при нас позвонил, главному бездеву этой компании, а на следующий день мы в Сан-Франциско с ними встречались в штаб-квартире. И это, собственно, стало стартом нашего совместного сотрудничества. Прикольно. Вот если бы ты еще, я не знаю, спал по двери их офиса, чтобы он там встретился с тобой, вот это вообще была бы история из серии Airbnb и прочие там всякие единороги. Ну, а звучит прикольно в любом случае, конечно, круто. Вот такая история. Собственно, почему из нее ушел, тоже все абсолютно честно, беспрекрас. Мы столкнулись с проблемой масштабирования пластической. Как сделать, так как мы завязаны были только на Eventbrite, несмотря на то, что они нас промоутили и все прочее, мы не смогли найти экономически эффективного канала, как нам самим привлекать больше аудитории. Потому что ты не можешь выделить там в Facebook и поставить галочку, что реклама крутится только на Eventbrite. Понимаешь? Ну, что только на клиентов, организаторов, там же много в Америке платформ, очевидно. Поэтому мы столкнулись с тем, что мы не нашли экономически эффективных способов и в итоге просто продукт превратился в дебетентный. Вот. То есть как бы у него есть клиенты, он кушать не просит, они деньги приносят, но при этом конвертировать мы не смогли. И вот, например, один из таких, знаешь, одна из таких реперных точек, которая, условно говоря, позволила мне задуматься о том, что мне, наверное, нужно смотреть, и это, наверное, нормально, как бы на ошибках учиться, чуть дальше своего носа и как-то заранее думать о маркет-сайте и о тех проблемах, которые нужно заранее предусматривать при создании стартапа. Вот, наверное, еще один из таких примеров. Вот. Клево. Ну и, соответственно, вот. И последнее, это чаевые карты. Собственно, это, насколько я предполагаю, что ты живешь в Москве, наверное, судя по всему. Я думаю, что ты ходишь, когда в кафе, ты видел, что... Судя по шефу. Окей. Соответственно, я думаю, что ребята, кто в чате, я думаю, что многие замечали, что сейчас, когда ходишь в ресторан, у тебя есть QR-код, чтобы чаевые оставить. Туда вышь экранчик, тебе перекидывать на сайт, и ты можешь оставить официанту чаевые. Вот это, собственно, такой продукт, который позволяет оставлять в России официанты чаевые, а меня пригласили найти рынок в Америке. Даже не так. Пригласили выйти, ввести эту технологию на зарубежный рынок. В итоге мы остановились, не буду долго рассказывать, на горничных, на американском рынке. А почему именно горничные? Почему не... Waiters, как они называются? Ну, официанты ты имеешь в виду, да? Да, да. Смотри, соответственно, мною был проведен довольно большой ресерч, в результате которого мы поняли. Во-первых, в Америке, и ты сам это прекрасно знаешь, зачастую чаевые включены в счет. Там нет проблемы, что их не оставляют. Там как раз это правило из-за маст. В Европе кто во что гораст. Поэтому я потратил определенное количество времени, чтобы понять, в каких еще индустриях с достаточным размером рынка задействованы чаевые. И выяснил, соответственно, что есть горничные. Водительные такси еще есть. И они очень обижаются, когда меня оставляют. Uber. Есть внутри функции встроенные чаевых, например. А, ну а кроме Uber? Я просто ездил на такси в Америке, когда не было Uber. Я помню, на меня обижались водители, а я не понимал, что чаевые надо оставлять. Вот. На чарке есть Uber, да. Окей. В общем, мы в итоге закончили в Америке, но это был осознанный шаг, потому что я там провел банальный ресерч уровня, что американцы вторые среди наций, которые есть после немцев, которые чаще всего в принципе оставляют чаевые. Это у них есть в ДНК. Второе. Америка – самый большой отельный рынок с пятью миллионами отельных комнат. Ну, у них как бы мотели и все прочее. Самый большой плюс. Америка, там несколько ее городов входит в топ-10 и самое большое количество в целом городов по посещаемости. То есть, как бы, это был осознанный выбор, что там есть культура чаевых, там горничные. Горничные миллиард 200, я маркетсайз сделал, получилось оценить рынок чаевых в Америке и в принципе три миллиарда по всему миру. Дальше начинались зло приключения, customer development, интервьюрование пользователей, как бы long story short, к чему мы пришли. За последние пять лет в семь раз меньше стали горничные получать. При этом у горничных тихучка в каждом отеле 50-200% в год. И за каждую, не так, на каждую, за каждый уход горничной, чтобы найти новую, отель тратит от двух до четырех тысяч долларов. И, соответственно, идея нашего сервиса была, что если мы дадим горничным больше чаевых получать, соответственно, у них будет больше поводов остаться, тягучка у отелей хотя бы на сколько-то снизится, и, соответственно, после этого, после этого отель сможет сэкономить, потому что он не потратит на это деньги, а мы сможем заработать. Соответственно, вот такая вот история. На, получается, апрель 2000, даже нет, не на апрель, получается, когда там на июнь или на июль, нет, на апрель, все правильно, на апрель 2020 года начинается локдаун. У нас есть семь пилотов, которые готовы запускаться. Мы что-то барахтаем все определенное время. В итоге от продукта уходят инвесторы, говорят, что коронавирус и все прочее, и все отели закрываются, и, к сожалению, все рассыпается. Собственно, при этом до этого мы попали в акселератор, 500 стартапс на тему hospitality tech. В общем, в итоге все развалилось. Вот это true story. Понятно. Интересно. А вообще это оставляют там чаевые горнички? Да, да, действительно оставляют, причем, давай так, не хочется это превращать в лекцию про стартап, но там была замечательная история осознания проблемы, то, что во многих отелях кладут конверт для чьих. То есть отели понимают, что это потенциальный источник, условно говоря, мотивации горничных. Ну, чтобы там, условно говоря, конверт, знаешь, как напоминашка. Поэтому это нормально. То есть, условно говоря, семь пилотов я намутил, не продавая технологию, а просто разговаривая, ну, через методологию КАЗДЕВА проблемное интервью ведя с людьми и просто они понимают, куда я бью, говорят, слушайте, ребята, вы что, вот это делаете? Типа, мы хотим делать пилот. Там могу один интересный инсайд рассказать за минутку, если он прикольный просто. В общем, мы решили, что мы пойдем в Нью-Йорк, ну, наверное, по логичным причинам, куча отелей, куча туристов, у нас там не перло. И я разговаривал с одним из отелей, говорит, слушай, типа, у нас в Нью-Йорке нет проблем, потому что горничные получают, типа, в каждом штате минимальную ставку штата, а в Нью-Йорке она 17 долларов. Я вот до этого работал в Нью-Джерси, ну, это как Москва и Московская область, да, вот, и там 10, и там у нас была проблема с текучкой. И вот этот маленький инсайд нам довольно резко все перевернул, и вообще все наши пилоты были, типа, in the middle of nowhere, в Северная Каролина, где очень мало платят горничным, и там реально есть эта проблема. Окей. С экспириенсом разобрались. Действительно, экспириенс прикольный у тебя, много всего разного и достаточно необычно. Все-таки большинство людей едут в бизнес-школу и там поработав по условным консалтинге как раз. Расскажи теперь про свои письма, про свои эссе, что ты там писал, с чего начинал и что потом к чему пришел. Так, ну, сейчас будем шарить экран, расскажи, что делать. Давай, 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 просто покажи, какие были эссе, как ты их писал, с чего начал и как потом, к чему пришел. Так, ну, соответственно, давай начнем с personal statement. Во-первых, сколько всего было эссе, какие темы? Значит, соответственно, четыре эссе, очевидно, все лимитированные по словам. Первый эссе, соответственно, это personal statement с вопросами уровня, там, какие у тебя короткие и длинные карьерные перспективы, условно говоря, какие у тебя уже, условно говоря, есть скиллы, которые помогут тебе их достигнуть, зачем-то тебе нужны MPA, и соответственно, стандартное такое, как бы, презентационное эссе. Они такие же были в своей жизни, которую ты, соответственно, делал, там, принимал решения, и, соответственно, что ты из этого выучил, и как, условно говоря, это тебя изменило в результате, как там, человек из ко времени, когда ты работал с командой над проектом, что ты из этого научился, и как бы ты сейчас, может быть, работал в команде иначе. И последнее эссе, самое мое, правда, любимое, мне оно, правда, понравилось, дай совет 18-летнему себе. Вот. И, соответственно, все эти три эссе на 200 слов, то есть 500 слов personal statement и вот эти три эссе по 200 слов. Круто. Давай по порядку, показывай, рассказывай. Да. Я тут просто параллельно водичек себе налил. Давай, поехали. Так. Personal statement. Here we go. Соответственно, вот оно. Вопросы. Что я здесь рассказывал? На самом деле, я здесь рассказывал ровно то, что рассказал тебе. Что я всегда был хорошей, наверное, до сих пор хорошей. В создании продукта с нуля, анализе рынка и все прочее, но я не умею строить бизнес. Условно говоря. И я вижу, что, соответственно, MBA в широком смысле и, что очень важно, какие-то конкретные вещи из программы Кембриджа могут мне помочь достичь моей цели. То есть, как я здесь сейчас выделил, Global Business Concentration и The Venture Project это прям конкретные вещи. Плюс, соответственно, я рассказал, что типа вот Cambridge Environment, ну, соответственно, что там стартапы. То есть, я показал в этом эссе, что это не просто калька я в пять университетов отправил, а какой-то, знаешь, экстра-куф по отношению к самому Кембриджу. Что типа, ребята, я готовился, я вас знаю. Дальше, соответственно, я рассказывал, опять же, я, честно говоря, писал как на духу. И мне правда искренне хочется, это вот мой бездеп, что мне хочется создать венчурный фонд, который будет помогать российским компаниям выходить на зарубежные рынки. Это честно. И, соответственно, я рассказываю, что типа, мне хочется создать такой фонд в длительной, долгосрочной перспективе. и я уже показываю, что я уже сейчас что-то делаю до этого. Что я там читаю лекции, условно говоря, как-то помогаю комьюнити. Дальше тут, собственно, рассказ, как мне вот это LongTower Vision поможет Кембридж, что и заканчиваю. Я в длитель, который любит делиться опытом. Мне правда понравилась, кстати, правда нормальная книга одного из там типа и, соответственно, пишет книги. Книга называется The Invested Investor. И, в общем, у Кембриджа есть такая фишка, как Fellow Entrepreneurship. Это, в общем, выпускники, которые рассказывают про свой предпринимательский путь и как-то помогают, условно говоря, там текущим студентам, компаниям и так далее. Ну и, соответственно, я сказал, что я бы хотел стать частью этого. Для меня это важно. Но вот какой-то такой эсэвич, даже там типа не 500 слов, всего 438. Краткость сестра таланта. Слушай, ну это не просто было. Ты сам, слушай, ты писал, ты знаешь, это как бы сейчас звучит так оп-оп-оп-оп-оп-оп. Но это как бы вымоченная история в том смысле, что, правда, написать хорошо и осознанно, это, конечно, долго. А долго ты писал? Сколько у тебя было итераций? 7-8. С нуля или не с нуля? Нет, не с нуля. Ну, в общем, нет, мне кажется, я плюс-минус, я, знаешь, я бы сказал, что я наращивал. То есть, я примерно понимал, что я хочу написать, но я дальше обогащал, подходил, уходил, условно говоря, понимал, где нужно глубже капнуть, условно говоря, вот эта вот история про Питера Коури, я только потом до нее дошел. В общем, это все было постепенно, и я, пожалуй, этим доволен. Ну, правда. Получилось такое живое эссе, вот так скажем. Сейчас еще параллельно камеру выключу, потому что я зарядку от ноута возьму и подсоединю ее, чтобы просто это не мешало. Вот. Ну, в общем, вот такая, ты меня спрашивай, если что-то еще есть. Нет, тут понятно. То есть, резюмируя, ты рассказал, пересказал свою историю, ты показал, что ты сделал дорожнюю работу, ты знаешь Кембридж и чем он крут, и ты показал, что ты готов контрибьютировать в Кембридж, принести ему какую-то пользу. И доказал, что ты уже приносишь такую пользу, и это не то, что ты из пальца высосал все это дело, а действительно ты это делал. Слушай, да. Да, понятно, с этим вопросов нет. Ты обращался каким-нибудь консультантом по эссе? Да, на самом деле, действительно, я даже не называл бы это консультантом по эссе, а я сейчас скажу, очевидно, к кому я обращался, я бы сказал, это человек, кто помогает вправить мозги. Вот так вот, знаешь, настроиться на нужный майндсет. Очевидно, все мои эссе, это, условно говоря, продукт меня, из-за меня никто не написал, это моя жизнь и все прочее. Они не пишут никогда за тебя. Да, да, это безусловно так. Ну, ты знаешь, может быть, не все знают. Я обращался к человеку, который есть, довольно активно представлен на твоем канале. Томасом ты работал? Да, я работал с Томасом. крутой чувак, да, это правда, я тоже. Он мне помогал писать Сеф Стэнфорд, он очень крутой. Это правда. он тебе либо нравится, либо ты его ненавидишь. то есть, правда, он такой поляризующий человек, на мой взгляд. Потому что, пока я работал с Томасом, Томас ко мне отправлял двух человек, которые хотели со мной поговорить, типа, как мне работать с Томасом. Понимаешь, что, типа, что вот он такой, в общем, это не всем комфортно. Мне кажется, это вот как Саус Парк. Вот мне понравилось, когда на Кембридже показали Саус Парк. А кому-то может, типа, это я за это плачу деньги. Вот Томас, вот он точно такой же. Он экспрессивный, яркий, но он умеет, сумрия, вытягивать мысли, и как бы, я доволен. Действительно. Окей, да, круто. Я согласен, у меня похожий опыт был. Давай следующее посмотрим эссе. Что там было? Так, соответственно, коротенькое эссе на 199 слов. Уместил! Да, 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 да. Это, собственно, про сложную историю. Наверное, вот он ночной клуб, вот он ночной клуб появился. Да, я же это не выдумал. В общем, что мне понравилось, главный совет, который, собственно, и меня изменил, и научил меня писать лучше эссе, сразу к делу. Как бы, Толстого среди нас нет. Понимаешь? Особенно, когда всего 199 слов, довольно, я, правда, люблю всегда растекаться под древом. Ну, то есть, мне кажется, культурная особенность, а здесь как раз, наверное, этого не ждут. Вот, поэтому здесь я, собственно, старался рассказать какую-то там историю, которую можно как бы впечатлиться и представить. Но вот здесь прямо с этого начинается, что, типа, мне было 19, я был, типа, кофаундер, операционным директором самого большого клуба в городе. После того, как, типа, он открылся, типа, мы там, у нас было дейли времени в 25-20 тысяч долларов, что, может быть, немного, но тогда это было много, а через 6 месяцев мы, короче, закрылись. В общем, вот, как бы, ты вот, я относился к эссе как к какой-то интересной истории. Знаешь, ну, то есть, типа, даже если мне человек может будет интересно почитать. Ну, то есть, как бы, мне казалось, что это важно. Вот. Поэтому здесь, на самом деле, нет какого-то уникального у меня совета. Мне кажется, эссе, значит, не нужно пытаться понравиться через эссе. Нужно, чтобы эссе отражало тебя. Вот, условно говоря, некого человека, кто стоит за кадром. И чтобы тебя можно было представить. Не про то, что, условно говоря, идеальных людей не бывает, тефлоновых людей, условно говоря, тоже, наверное, не бывает. Вот, условно говоря, но если ты там налажал, так и скажи. Нужно понимать, и вот это, наверное, тоже, что меня удивляет, что, правда, есть люди, которые думают, что если они там, условно говоря, напишут, как все отвратительно, замечательно в их жизни и все прочее, что это, типа, ждет школа. А мне кажется, школа, любой МВИ, вот, может, про это говорить, ждет какую-то индивидуальность. И вот, наверное, я старался через каждую свое эссе рассказать про свой, там, необычный жизненный опыт и показать, что, типа, я какой-то вот выделяющийся из толпы и вот, наверное, ты меня спрашивал, на что я рассчитывал с таким низким же метом, я рассчитывал на себя как на человека и на свой жизненный путь. Вот, наверное, как-то так. Окей. Поэтому, да, прикольно, я прочитал историю, действительно прикольная. Вроде, нет, не занудствующая такая, но интересная. Забавно было послушать, что вы открыли клуб в 19 лет, а потом закрыли, ничего не пошло. Прикольно. Вот, то есть, чтобы было легко как-то так. Соответственно, следующее эссе, вот это, кстати, наверное, мое самое слабенькое, если честно, и мне оно, наверное, тяжелее всего удалось. Я сейчас, так, про то, как работать в команде. Я сейчас обычно почему. Сделай чуть, чуть на штаб, сразу все на экране началось. Чуть убрать масштаб. Ща, 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 ща. Вот, типа того, да, отлично, да, супер. В общем, когда ты работаешь в стартапе, ты и жнец, и нудеигрец, и все прочее, прочее, прочее. То есть, условно говоря, команда стартапа, это все сотрудники, но имеется в виду, там все коллеги. Но, условно говоря, когда у меня там написано фэнси должность, что я там директор по международному развитию, я как бы директор самого себя. Ну, условно говоря, это честно. То есть, у меня нет опыта работы в команде с точки зрения какой-то корпорации, да, когда я там часть большого коллектива или какой-то там мелкий руководитель с подчиненными, я всегда так или иначе был. То есть, я, безусловно, это курировал, но сказать, что это были мои подчиненные, там, условно говоря, там, с точки зрения его структуры, это было не так. То есть, наверное, может быть, я был больше каким-нибудь, прости господи, spiritual лидер, духовный лидер, то как бы это вот максимум. Поэтому мне это эссе далось тяжело, потому что, ну вот, в прямом понимании команды я, наверное, никогда не работал. То есть, стартап – это сама по себе команда, но в другом смысле, а я понимал, что здесь от меня ждут вот какой-то такой истории, как я, типа, с одной командой, вот я там ими руководил и так далее и тому подобное. Поэтому тут я сказал истории. Я думаю, что нет, я думаю, что не такую историю ждут. А какую? Вот скажи, как ты бы это видел? Нет, я думаю, что ждут историю, где ты взаимодействовал с другими людьми и к чему-то вы пришли вместе. Ну вот, собственно, это вот… Не обязательно быть рекламодителем приводом. Ты, по сути, в стартапе ты был клиентом всех этих там инженеров и прочих. Ты их заказчиком был. Ну и прекрасно. Вот твоя команда, твоя роль клиент. Ну и ок. Главное, что ты работал с другими людьми и добился результата. И из этого можно какие-то выводы сделать. Тебе не нужно быть с любым менеджером приводома. Про это я и рассказал. То, что мне, честно говоря, больше было не про что рассказывать. И опять же, здесь я вот использовал вот этот, словно говоря, прием, что я сразу какой-то контекст создавал. Ну что, типа там, я вот лидировал там 8 человек из трех стран. Когда мы создавали шлем, мы его создавали 50 тысяч штук. И опять же, тут всегда есть, если угодно, вот что мне кажется было интересно. И мне про это рассказали на ивенте Кембриджа в Москве. Выпускники. Ну просто давали советы. Что, словно говоря, у тебя не должно быть отдельно эссе, отдельно, там, каждый из трех, отдельно резюме. Условно говоря, все вместе, это должно составлять некое единое цель. И вот если мы сейчас посмотрим на мое резюме, условно говоря, каждый из этих эссе раскрывает какую-то часть моего резюме. Словно говоря, то там вот я про фибр, там у меня вот написано просто, что типа там, лидировал команду, мы продали 50 тысяч штук. А вот история про то, как мы ее продавали, да, если угодно. Ну и вот что-то подобное я старался рассказывать. Ну и про это тоже всегда говоришь, что ты историю придумаешь сначала, а потом думаешь, куда ее распихать, в эссе, в резюме. Безусловно, безусловно. Слушай, тут я не хочу кокетничать, безусловно, это тот майндсет, который как бы мне вбил в голову Томас, поэтому это действительно его в полной степени заслуга. Поэтому я считаю, что это действительно так. А вы когда начали общаться вы с ним? В июне, получается? Да, вот когда я тебе, помнишь, писал один раз, ну типа тоже. Я не помню просто, в какой месяц ты мне писал. Мне кажется, это май-июнь был. Я, собственно, ему написал, вот, и вначале он, типа мы друг друга что-то не поняли, но потом в итоге поняли и начали писать. Поэтому я, наверное, могу сказать, что вот и у нас, наверное, тоже немножко затянулось. Мне кажется, что вот последнее эссе, там, по-моему, Томас ковидом заболел, вот что-то подобное, неприятное, к сожалению, случилось, мы выпадали. В общем, я поэтому понял, что я там, типа, не попадаю в первую волну, ну и бог с ним, но вот во второй в итоге собрался и все было, все, как говорится, А вы тем как, вы с ним по Zoom занимались? Да, 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 по Zoom, по Zoom. Забавно. Он то, что никогда не любил эти все видеоштуки и всегда наставил на том, чтобы люди приезжали с ним встречаться в этой кафешке на Новых Черемушках. Но он переехал потом на зоопарк, к зоопарку, видимо, там. Но сейчас вижу, что не встречался, а звонил. Ну, правильно делаю. Да, вообще ни разу, да. Вот, поэтому, наверное, как-то так, говоря про последнее эссе, которое, и мне оно, правда, понравилось, я, знаешь, вот так вот, те эссе как-то, они мне дались, даже не то, что легко, нелегко, я примерно понимал, о чем писать, а здесь вот такая вещь, знаешь, наподумать больше, в том смысле, что вот это реально хороший вопрос, а какой бы ты себе совет дал 18-летнему, вот будучи сейчас, мне сейчас 28, будет 29 в этом году. Соответственно, и я, наверное, дал, который мне прав... Не ешь после восьми вечера. Вот, поэтому я здесь рассказал, что, типа, мне кажется, что если бы 17 лет появился, соответственно, то это мне бы в какие-то конкретные моменты помогло, но при этом это, наверное, мое внутреннее ощущение того, что я бы не хотел, чтобы он всегда был. И, наверное, вот мне, как преподавателю, там, в магистратуре я преподаю студентам, вот у меня такое ощущение, я же стартапы преподаю, и когда я начинал, там, в 11-12 году, как бы, это еще было не так модно, и мы как-то, знаешь, ошибались, просирали деньги инвесторов сами, а сейчас так много информации, ивентов и всего прочего, что это просто парализует людей, которые, соответственно, до этого ничего не делали. И они вместо того, чтобы пробовать и ошибаться, пытаются сделать какой-то, знаешь, самый такой постный безопасный ход, и в итоге это ни к чему не приводит. Вот, и вот здесь, наверное, то же самое, что я не хотел бы, как человек здесь сейчас, ментора на всю свою жизнь, но в какие-то реперные точки, которые, наверное, можно было бы сделать лучше и по-другому, я был бы благодарен, если бы у меня был человек, которого я могу спросить подобного рода совет. А у тебя есть ментор? Нет. И я, наверное, мне, наверное, этого... Нет, никогда не было. И я, наверное, даже грущу. Давай так, что такое ментор? Есть ли и были ли у меня какие-то люди в моей жизни, совету, предпринимательскому, у которых я прислушиваюсь, и он для меня важен? Да, они есть и сейчас. Но вот сказать, что, типа, знаешь, там, вот Ваня Иванов мой ментор, и он знает, что он ментор, такого нет. Ну, окей. Ну, то есть, неформальные люди менторы у тебя были? Да, неформальные, безусловно. Неформальные они и сейчас были. То есть, как бы, когда я могу обратиться, там, слава говоря, взгляд со стороны, но это вот, может быть, это и хорошо, да, что, как бы, нет конкретного ментора. Тут, мне кажется, тоже важно не перегибать с этим. Да, я не думаю, что много людей согласятся так, быть твоим формальным ментором, типа, а вот давай, возьми-ка на тебя, товарищ, коммитмент, созваниваться со мной раз в две недели, смотреть, как у меня дела, давать советы и там беспокоиться о том, о чем у меня происходит. Ну, мало кто вообще захочет это делать. Слушай, а это же денег стоит. Я просто там год назад помогал стартапу, который, соответственно, предлагал услуги менторов. У них, правда, не получилось, по-моему, к сожалению, вот, потому что не нашлось спроса. Но там как раз был marketplace менторов, где, типа, стоимость часа и, соответственно. Это сложная штука. Тут, как бы, и за деньги, но там деньги не всегда это покупают. Там нужно и чтобы фид был и какая-то заинтересованность. Деньгами, да, я тоже не видел, чтобы... Я несколько видел стартапов такие, которые там менторские услуги предлагали, типа, продали менторов, но никто в итоге не заработал из того, чего я видел. Вот, 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 наверное, все эссе показало. Вот, как я их писал, как говорят... Прикольно. Что еще было в заявке? В заявке были еще, по-моему, два или три вопроса даже нет... Да, три вопроса про работу. Ну, по типу, нужно было там тоже мини-эссе, на 200-250 слов по типу, там, чего ты добился на работе, какое там твое главное достижение, вот такого рода истории. Ну, то есть, просто рассказать про то, где ты работаешь. Сейчас я тебе даже точно скажу. Типа, дискрепия primary job responsibilities, ну, вот такого рода. Потом еще был вопрос, what has been your most significant professional challenge примитивно к работе и третий, what has been your most significant professional achievement? Вот, собственно, такие вот три вопроса. Ну, окей, примерно то же самое уже мы поняли из языка. Да, хорошо, а еще были какие-то вещи? Слушай, все, ну, собственно, больше не было. IELTS joyful. О, IELTS я недавно сдавал. Это, кстати, я считаю самым большим бредом в моей жизни. Я считаю, что это абсолютно неправильно. То есть, я... Хорошо, когда в твоей жизни самый большой бред это IELTS. В общем, мне просто кажется, что это контринтуитивно. То есть, давай так, я прошел GMAT. Ну, давай так, человек, не бабуским я. Человек прошел GMAT. Человек прошел... Я понял, почему ты говоришь. И так же, GMAT был еще сложнее, зачем это спирается? Да, но в итоге, я вот буквально неделю назад его сдавал. Типа, в прошлую субботу. Вот. Соответственно, IELTS нужен действительно. Ну, IELTS, подожди, оферты когда дали? Что еще раз? Да, нет, да, да, можно как бы при подаче заявки IELTS не нужен, к счастью. Да, окей, ну, значит, это уже next step. Да, 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 да. Рекомендации, наверное, были. У кого ты просил? Рекомендация. Я просил, как ни странно, одна нужна была рекомендация, потому что во всех остальных школах нужно две. Да, соответственно, одна рекомендация была, я попросил рекомендации у руководителя Radario, вот, соответственно, у основателя компании, он ее написал, ну, и как бы вот, собственно, и вот мы здесь. Она, как бы... Вы обсуждали рекомендацию с ним? Я тебе могу так рассказать, как это было, Томас мне рассказал, что должно быть в рекомендации, ну, то есть, как он это видит. Я, собственно, он сказал, что ты, главное, не говори это текстом, ты вот расскажи, как ты, собственно, это понимаешь, да, вот, ну, и соответственно... Это нельзя писать, чтобы человек не все скопировал это, потому что тогда будет видно, что ты пишешь, и все, и тебя поймают. Вот, вот, вот. И это уже, типа, считается нечестно, а поговорить с интервьюером, это честно, к этому не придирать. Ну, и, соответственно, я примерно рассказал, ну, как бы, а там же, к тому же, типа, вопросы есть, ну, то есть, что они ожидают, то есть, тут, как бы, ничего. Я скорее рассказал, не что я от него жду, что он напишет, там я сказал, плохое и хорошее, пиши, главное пиши честно, не пиши, типа, там, что я классный, я молодец, и все прочее. Расскажи, как ты это, правда, чувствуешь и думаешь. Да, и пример приведи еще. Вот. Я скорее рассказал, типа, принцип написания, в формате того, что я писал эссе, как Томас меня научил, что, типа, straight to the point, без, как бы, тюльпанов, розовых, как говорится, полей, как в войне и мире. Вот, наверное, такого рода. Хорошо. То есть, а этот чувак, он предприниматель, но он сам был в бизнес-школе? Нет, никогда. Вот. Он, типа, просто довольно успешно предпринимается. Собственно, Радарио как компания, то есть, вот есть маркетинговая платформа, которой я занимался, есть Радарио как компания. В России это одна из самых крупных билетных систем. Собственно, через нее там всякие театры, организаторы, мероприятия и так далее, гастроли через нее продаются. Вот. Соответственно, она типа как смычка между театром и, например, кассиром. Или там театром и Яндекс.Афишей. Вот этот, который передает все билеты и так далее. Угу. Понятно. Прикольно. Так, ну все, вроде бы мы с данными анкеты, грубо говоря, разобрались. И СЭ обсудили все, и ПИС, этот, как называют, резюме посмотрели, как ты это все сочинял. Окей, давай теперь перейдем к третьей части, обсуждения, а это как ты оцениваешь свой опыт, какие следующие шаги. Вот, во-первых, когда тебе оффер дали? Оффер мне дали что-нибудь типа 7 или 5 декабря 20-го года. Да, и я расскажу, это трогательный был момент. я тогда записывал видеокурс, вот, я в студии был, и потом я приехал домой, дома меня ждала девушка, собственно, и я ее обнял и расплакался. Ой, это очень мило. А она тебе, подожди, она тебе рассказала, или когда ты узнал? В общем, я записывал, тут дисклеймер, что я сейчас-то делаю. Я сейчас работаю во ВКонтакте и руковожу направлением бизнес-партнерства электронной коммерции. И мы записывали видеокурс про магазин ВК. И, в общем, я типа записывал его, а потом беру телефон, и там типа Cambridge Judge Business School, там типа Congratulations. Я, короче, начал прямо на месте прыгать, на меня все как на идиота смотрят. Я говорю, ребята, неважно. Ну, я как бы так выдохнул, там, знаешь, позвонил. Причем я позвонил, я помню, в первую очередь, своей девушке, а она, соответственно, не взяла трубку. В общем, я помню, что я потом папе позвонил, он тоже не взял. В общем, никто не хочет с тобой делить радость. Вот облом. Вот. Соответственно, в итоге, к чему я все это веду? В итоге все это приводит просто к тому, что я вот прихожу, я ее обнимаю. Понимаешь, вот ты как бы вот это копилось, и ты понимаешь, что это ведь даже еще не конец пути, потому что там еще нужно кондишн, деньги и все прочее. Но вот это настолько меня сильно переполнило, что вот я помню, что я просто ее обнял, у меня просто слезы потекли, потому что это вот ну как бы много для меня значило. Вот. После этого недели через две, и я там как раз вам ввел лекцию, это есть какая-то ирония в жизни, потому что я сам поступил на MBA, а я еще и преподаю на MBA в России. Я преподаю в Эмиспе, в бизнес-школе, самая старая питерская, и на Digital MBA в Майловском. Вот. Там типа, и, кстати, очень неплохая программа, не реклама, мне правда нравится как лектор, вот, с ней с ребятами работать. И, собственно, я там занимаюсь проверкой домашних заданий, и мне приходит письмо в формате того, что типа, ну вам данная стипендия, 25 тысяч фунтов, и я такой, мать моя, господи, сколько денег мы сэкономили. Вот. Понимаешь? Ну и, собственно, как-то так. Но ты уже принял оффер, подписал там всякие бумажки? Слушай, я его принял, мне кажется, в январе. то есть, просто я там пока все спокойно изучил, в общем, нужно соответствовать десяти пунктам, чтобы получить уже там оффер, иметь вот для визы, да, ну там типа, нужно два депозита заплатить, поступить в колледж, это, кстати, особенно, ты, когда поступаешь и в Кембридж, и в Оксфорд, ты поступаешь не только на бизнес-школу, но тебе еще нужно отдельно поступить в колледж. В случае MBA колледж это как общага продвинутая, типа общага 2.0, но там еще всякие отдельные активисты и все прочее, и ты обязан поступить в какой-то из колледжей. Там есть разные там по понтовости, возрасту открыть, там типа самый старый открыт в тысячу, потому что один из ачивментов студента MBA за год побывать на балах во всех тридцати и одном колледже. И там типа все одеваются, наряжаются, в общем, туда надо было поступить, в колледж, я в итоге поступил. Там тоже это отдельный квест по выбору, потому что какие-то колледжи типа не берут MBA студентов, какие-то только для женщин, каких-то нет семейных апартаментов, потому что я, собственно, с женой еду в Кембридж, где какие-то далеко останутся, расположены от Кембриджа, то есть там, короче, дрочиво прям, то еще в этом, и эту информацию ты по крупицам собираешь. Мы типа сорганизовались с ребятами в SLAC, вот, соответственно, ну, с теми, кто поступил, и там как-то вместе по крупицам собирали, в итоге собрали таблицу, где хотя бы со всем этим можно... А там, знаешь, у колледжей разного размера эндаумент фанды, у кого-то миллиард 300 эндаумент в год, а у кого-то 27 миллионов. От этого зависит цена столовой, от этого зависят какие-нибудь стипендии, которые тебе может дать еще колледж. Короче, там прям отдельный дивный новый мир. Два часа из трех они затрачивались с выбором колледжа этого, вместо того, чтобы надеть шляпу. Слизерин! Да, ну, там 4 всего, понимаешь? Поэтому там проще. Ну, шляпа, да, если бы их было 31, надо бы, наверное, запускать. Вот, поэтому там 30, и они все еще правда отличаются там, и тем, какие у них там есть facilities, прости господи, да, условно говоря, вот там Кембридж готов, колледж, в который я поступил, он, короче, только для взрослых. И опять же, тут вот есть самые понтовые, которые вот, как ты сейчас говорил, как в Гарри Поттере, как на открытых, там типа Триить, они все как бы с Богом связаны. Святой Троицы, колледж Иисуса, колледж там еще кого-нибудь. У них есть свои, то есть они типа самые престижные, ну, то есть там типа, я знаю, цари, короли, все как бы там, но они находятся в центре города, где одни туристы. Если кто-нибудь хотя бы раз жил в общаге МГУ на Воробьевых горах, кто знает, как типа здание понтовое, ну, как это неудобно, а там вообще здание там 15 века, это еще неудобнее. Там еще, скорее всего, у них это, два крана для воды, одна горячая, один горячий, один холодный. Смешителя, видимо, там у них нет. Да, то есть там вот, то есть это не значит, плюс они очень ограничены в приеме MBA студентов. Там есть типа колледжи, которые берут только на MBA студентов, которые до этого отучились в бакалавриате у них. Ну, то есть там, в общем, все очень сильно необычно. В общем, я вот выбирал колледж по принципу, что он должен быть относительно недалеко от бизнес-школы, типа относительно недалеко это 20 минут пешком. Вот, то есть как бы вот так вот, от самого кампуса бизнес-школы. Что там должно быть много возможностей для семейных пар, потому что там есть, например, есть мега-пафисные колледжи, но у них нет ни одной квартиры для семейных людей. То есть типа они типа только вот для... Плюс хотелось, чтобы там были взрослые люди, потому что это тоже сумма. Когда-то 18 лет, эгей, как бы немножко другая атмосфера, когда человек все-таки более взрослый. Там у меня в основном в колледже либо кандидаты, ну, PHD-шники, либо MBA в основном. Больше все-таки PHD, по-моему, MBA будет человек 20-30. Соответственно, чтобы были нормальные фасильства, у меня, например, в колледже самое новое общежитие, но это не общежитие, там типа однокомнатные квартиры, студии и просто кровать с удобствами. То есть и в 19-м году построили кампус. То есть типа относительно новое. При этом он типа не такой понтовый с точки зрения там имени и все прочее, но тем не менее факт остается фактом. Вот, наверное, что для меня было выбором. Вот. Кстати, я еще вспомнил, почему мне не понравился Оксфорд. В Кембридже размер класса 200 человек, в Оксфорде 400. То есть вот 200 человек реально как бы объять за год, а вот 400 это проблема, я считаю. В Гарварде вообще 800. Вот. То есть как бы знаешь, вот Кембридж и вот, кстати, я сейчас процитирую фразу Томаса. И мне кажется, это вот он, ты знаешь, человек специфический, он сказал, ты знаешь, я типа у меня, я вообще особо никогда никого не готовил к Кембридже и у меня было ощущение, что Кембридж что Оксфорд это такие душбэкс, да, то есть такие претенциозные. И у них есть программа MBA постольку-поскольку и они не хотят ничего для нее делать, потому что мы типа Кембридж, мы Оксфорд, любите нас такими, да. И вот я уже не знаю, что мне польстить. Но я думаю, это на Томаса не похоже, я думаю, что он правда так думает. Он сказал, что слушай, вот пока мы с тобой как бы там писали эссе, там я там тебя курировал и все прочее, я могу сказать, что мне понравился Кембридж. И я теперь начинаю его советовать, кто ко мне приходит. То есть он говорит, что они правда пытаются и как бы у них получается не выезжать на имени того, что они Кембридж, а правда делать что-то, чтобы эта школа выделялась на фоне остальных школ MBA, которые существуют. Вот такая была то есть именно вот от Томаса. Окей. С этими, с колледжами понятно. Прикольная история со шляпой. Я еще буду придумывать шутки про шляпы. Ой, кажется, связь пропала. Вот в этом подвох этих всех. Нет, я тут. Да, нет, я пропал. Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу, но я что-то немножко затерцаю. Окей. Вопрос следующий. А как у них с ковидом-то сейчас дела? Когда начнутся занятия? Начнутся ли? А если не начнутся, то что онлайн? Будешь ли ты онлайн у них учиться? В общем, это, да, на момент поступления, когда я еще не принял оффер, я спрашивал у них типа про так называемый deferral, ну то есть возможность перенести учебу на следующий год и все прочее. На что они сказали, что они не считают ковид причиной для deferral. Вот в этом году, в прошлом году считали. И у меня, я думаю, вот сейчас у нас есть Google Doc, где у нас типа все те, кто поступил, мы сами создали, как студенты. Кстати, довольно круто организовались, мне нравится. мы типа каждую неделю созваниваемся, потом меня спросят, я тебе расскажу. Ну, в общем, процентов 30 из текущего класса это те, кто не поступили, но не пошли в прошлом году. Вот. Соответственно, понимая, что они не считают, если будет хуже по ковиду, что я типа это не повод для переноса, я понял, что это тот риск, который мне нужно либо брать, либо не брать. То есть, в основном, я понимал, что, как это повлиял ковид на учебу. Лекции были онлайн и, скорее всего, в этом году они тоже будут и я этому рад, потому что больше времени заниматься чем-то еще элементарно работать, может быть, если получится как-то part-time. 200 человек обычно делились на три потока, поделились на шесть, что я тоже вижу как плюс, потому что ты глубже общаешься. То есть, ты живешь на конкурсе, в колледже, но при этом лекциях. А практики оффлайн в баллогруппах. И, судя по всему, так и будет либо лучше. То есть, либо будет больше на кампусе, либо вот как бы нижняя планка того, до чего мы можем опуститься, где практики в небольших группах, а лекции онлайн. Но это все равно... Ну, Кембридж, ты поедешь и жить там будешь все равно. Так, да, да. Я... Не то, что они все онлайн перевели, типа оставайся теперь в России и вот заплати нам, короче, 60 тысяч фунтов и лекции, смотри, онлайн. Ну, слушай, давай так, тут, наверное, есть челлендж сюда въехать. Мы вот, собственно, с женой разговаривали, что, мол, как-то непонятно. То есть, когда мы уедем и все прочее, но как бы дай бог все будет хорошо. Ну, то есть, это просто риск, который... Я человек умнительный, как бы я с этим смирился. Понятно, окей. Ну, то есть, а в любом случае ты уже согласился и просто теперь можно рассчитывать, что... Да, я заплатил два депозита, которые невозвратные. То есть, как бы, если я сейчас вдруг передумаю, я потеряю 14 тысяч фунтов. Ну, полтора миллиона. О, слушай, немало. Я в Стэнфорд платил тысячу баксов и вот я им оставил ее на память о себе. Это поменьше было, конечно. 400 тысяч фунтов больше обидно потерять. Так, хорошо. С этим понятно. Ну, а вот в прошлом году как было, когда был ковид? Что, они учились, они в итоге? Ездили они туда? Другие ребята? Я точно знаю, что кого-то от... В общем, вот в прошлом году у меня впечатление, что они были как подопытные обезьянки. Ну, то есть, как бы, прямо на них происходил эксперимент с форматом обучения. Вот что, типа, поделили группу и все прочее. Я точно знаю, что кто-то уехал из кампуса в свои страны родные, даже на Нью-Йорк Таймс. Типа нет, в The Guardian выходила статья про какую-то... и, короче, сейчас учится из своего там Бангалор или откуда-то там, И что, типа, это не круто, что и она там подает заявление на возврат. То есть, такое точно было, но, честно, это все, что я знаю. Вот правда. Понятно. Так. Вот, поэтому как-то так. Next steps. Ну, а смотри, вот сейчас, пока ты рассчитываешь, когда ехать, если все будет окей, какие у тебя планы? Судя по всему, то есть, учеба начинается, в прошлом году она началась, я так понимаю, что это скорее правило, чем исключение из-за ковида 20 сентября. Ну, то есть, мы там с одногруппниками общаемся, минус 20 сентября, я, типа, мы поедем с женой, как бы, вот. Ты меня слышишь или ты завис, или я завис, ну, вроде, я, типа, нормально вижу тебя. Примерно слышу, да. Периодически, большую часть, но иногда подвисает, да. Ну, в общем, вот, то есть, как бы, конец сентября это время начала учебы, поэтому, дай бог, границы откроются, можно будет идти и поедем. Понятно. Ну что, круто, слушай. Я думаю, что основные вопросы мы все покрыли, а вопросы были то, как ты выбирал школу, как готовился, как поступал, как поступил и, соответственно, следующие шаги. Давай теперь послушаем, может быть, еще у кого-то из ребят, кто присутствует здесь, есть вопросы. Ребята, я могу маленькую вещь добавлю, которую ты у меня не спрашивал, это про то, как мне нравится, что мы вот сами, я не знаю, может быть, вот ты мне сейчас расскажешь свой опыт в Стэнфорде, но вот пока вот там все, кто приняли оффер, у нас есть свой огромный слагчаб, где мы постоянно общаемся, мы каждую неделю ротируемся и друг с другом созваниваемся, и идет уже какая-то жизнь внутри вот типа нашей группы. Я не знаю, норма ли это для всех MBA, которая сама организовалась, которая не была инспирирована школой, а мы вот там все общаемся, у меня тоже есть одногруппник, я вчера с ним два часа разговаривал, кто учит русский, он из Чикаго, американец, и он хочет заниматься импект инвестинг в Средней Азии, и для этого учит русский. В общем, как бы, и это интересно, и, кстати, один русский на курсе. Есть еще парень из Украины и девушка из Казахстана. Собственно, СНГ на этом заканчивается. Понятно. Прикольно. Ну да, обычно так у них бизнес-школы организуются. В Стэнфорде в том же было то же самое, и в других, про которые я слышал, тоже такое. Окей. Давайте, ребята, если у кого-то есть вопросы, сейчас наконец настал тот самый момент, когда их можно позадавать. Знаете, как удобно. Смотрите, можно голосом, но тогда там есть такая штука, поднимите руку, чтобы вас размьютили, либо напишите текстом. Пока вы пишете, у меня вот еще один возник вопрос. А что жена будет делать, пока будешь учиться? Слушай, значит, что, собственно, мою жену зовут Катя, вот. Ты знаешь, у Кати есть уникальная особенность, и мне кажется, что это в целом крутой скилл, она сама себе всегда находит, что поделать. Ну, то есть, как бы, будет, то есть, Катя довольно неплохо знает язык, она, собственно, в прошлом занималась профессионально-модельным бизнесом много лет, вот. Поэтому я, как бы, мы с ней обсуждали, я думаю, что, во-первых, она пойдет, может быть, на какой-то языковой курс, ну, то есть, чтобы подтянуть как-то параллельно. Плюс важный нюанс, за счет того, что мы живем в колледже, где очень много людей, кто приезжает с семьями, там довольно много активити, с которой, собственно, эти семьи и организуют. То есть, как бы, там, вот, это не поставлено на поток, но, тем не менее, все вот это происходит. Поэтому, чего-то конкретного сказать, что вот Катя будет делать во время Кембриджа, я не могу, но, зная Катю, зная ее подход к делу в жизни, я отдаю себе отчет, что она, она найдет, чем себя занять. Она, вот, я вот вышиваю, например, я даже не шучу, крестиком. Вот. Ей это нравится. Вот. Поэтому, наверное, в таком формате это, это, это осознанный подход. И мы, собственно, когда обсуждали, мы решили, что это гораздо лучше, соответственно, элементарно и для наших отношений, что, условно говоря, мы не будем жить на два города, это ничего хорошего, а год это не так долго, поэтому, как бы, Катя поедет со мной. Вот такая история. Окей. Но, но она сейчас где-то работает, и ей, соответственно, нужно будет уволиться на год. Да, 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 она, собственно, врач. Вот. Поэтому, как бы, это хорошо со всех сторон, в том смысле, что, когда у тебя в семье есть врач, это очень полезно, поэтому, особенно за рубежом, но, тем не менее, как-то так. Так, хорошо, да, с этим понятно. Есть еще у кого-то вопросы? Ребята, я весь ваш, надеюсь, я вас не утомил, потому что, возможно, меня сегодня было слишком много, я с этим живу. Возможно, ты просто исчерпал все вопросы уже, потому что ты все подробно рассказал, поэтому, собственно, уже спросить-то особо нечего. Ну, и вот мне самому, если бы я смотрел это все, то я бы, наверное, вопрос особо не оставил. Про деньги мы поговорили, про эссе, как готовиться, поговорили, что там делать, поговорили, зачем это все нужно, тоже поговорили. Да, и вот как раз Елена пишет, очень интересно, спасибо, прям полная картина. Здорово, что зашло. Так, и вот ребята тоже пишут, спасибо за разговор интересный. Здорово, ребята, что вам понравилось. Видимо, на этом с вопросами все, поэтому, Даня, огромное тебе спасибо, ты прям очень круто все рассказал. Мне было суперинтересно, ребята пишут, вроде тоже было интересно. Так что... тебе спасибо большое, что... Тебе спасибо, что дал возможность поговорить. Я же тоже понимаю, что мы же с тобой лично не знакомы, и тут я тебе пишу в Телеграм, ты же не знаешь, что я за товарищ, может вообще какой-то неадекват. Вот, поэтому тебе спасибо, что согласился поговорить, и мне правда хотелось, как бы, может быть, зарядить и тем, что все возможно пониманием, да, ребят, и в принципе поделиться своей историей, потому что, когда я готовился к MBA, я за этим со всеми общался, я понимаю, как это важно, и ты прекрасно это понимаешь, когда ты еще многих ответов не знаешь, и хотел, что это нормально, не знать все. Это прикладная задача. Теперь готовься, теперь готовься в Телеграме отвечать следующим поколениям, поступающих на MBA, тем более, что там мы, этот, тегнем тебя. Я думаю, что ребята, у кого будут еще вопросы там лично, что сейчас не хотят задать, возможно, там напишут, и покажут. Ребят, welcome, welcome, я буду только рад, правда, вот, ты знаешь, вот что мне, вот, я еще последнее скажу, вот, это мне тоже сказал один из выпускников, что даже в процессе подготовки к MBA, там, разговоры с разными людьми, ты познакомишься с такими людьми, с которыми так ты никогда в жизни не познакомился. Да, кстати. Ну, то есть, типа, люди, с которых, и вот люди, которых я интервьюировал, занимали довольно высокие посты, ну, то есть, словно говоря, в госкомпании, понимаешь, условно говоря, за рубежом, и я пишу, условно говоря, MBA, и типа там, знаешь, вот это чувство комьюнити, что вот человек проходит этот путь, и все на твоем месте были, это, конечно, очень круто. Вот, вот, и я сегодня пытался вот, знаешь, типа отдать это, что я прошел, потому что мне кажется, это очень важно. Слушай, круто, ну, вот на этом чувство комьюнити мы звонок и заканчиваем. Всем спасибо, что участвовали, Данте, огромное спасибо, тогда спишемся уже в катер. Все. Всем спокойный, доброго вечера.